итак я буду делать сегодня двойную норму поэтому у меня все продукты в двойном размере и так здесь у меня 6 белков 2 чайные ложки крахмала кукурузного и 380 грамм сахарной пудры начинаем с того что мы просто выливаем держу наши белки и начинаем вбивать на средней скорости вилок уже практически взбит вот вы видите на венчике уже хорошо он собрался держится мы свешиваем остатки сахарной пудры с двумя чайными ложками крахмала у меня их две потому что у меня двойная но и так вот такое красивое безе у нас получилось венга не знаю кто как называет кому как больше нравится вот такое вот оно плотненькое отлично держит форму буду делать я сегодня трехцветное безе будет оно у меня в трех тонах белое розовое и сиреневое чтобы сделать сиреневый цвет я использую розовый и голубой краситель америка и и и Продолжение следует... 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 Они беленькие, как вы видите, то есть отлетают просто от этого коврика. Я даю им еще постоять, отдохнуть, то есть после того, как вытащила их в духовке, еще минут 10 они у меня стоят и отдыхают, остывают. И только после этого я уже начинаю их снимать с противня, потому что бывает так, что пока они еще горячие, они могут пристать и их сложно будет тогда снять. Если вы будете сушить таким способом, то я вам рекомендую еще после 40 минут снять всех малышей и посушить большие безешки еще минут 20, то есть в течение часа я их сушу, тогда внутри нету влажного слоя вот этого. Если ваши клиенты любят с влажным внутренним слоем, тогда можно оставить так. Тут уже смотрите.